ассалам алейкум до стар бул каштанов минэн каштанов реакшн канала макош кельди низдер и сегодня у нас будет реакция на видео под названием переселенцы с благодарностью говорят о гостеприимстве и доброте казахского народа ребята долго не будем разговаривать и поскорее приступим к просмотру но прежде чем мы приступим копрах мед за то что подписывайтесь на канал кто еще не подписался внизу кнопка проходите прожимайте и ребята не забывайте включать колокольчик уведомления и да кто уже давно подписан пожалуйста перепроверьте свою подписку потому что порой так бывает что youtube отписывает людей но все ребята приступаем и так бабушка часто рассказывала как они отдали переселенцам комнату поделились куском хлеба мискина та вспоминает свое детство в тяжелые годы депортации семья женибековых приютила у себя 12 человек мужчина хорошо помнит как задним столом делились последней едой вместе учились в школе жили бедно но дружно и весело в одной компании дружили и греки немцы казахи русские возможно это единство и помогло выжить многим репрессированным народом переселенцев распределяли на станции козелсай сорок четвертый год жуткий мороз голодные без теплой одежды к нам в кайт пас на арбе привезли две семьи моя бабушка приняла многодетную семью камановых из 12 человек соседи услышав о депортированных стали приносить кто кукурузу то пшено переселенцы жили с нами пять лет затем наши сельчане по старому казахскому обычаю объединились и методом асара построили приезжим дома конечно во первых да ребята 12 человек приняли 12 я даже боюсь себе представить где не все размещались да но понятно там уже дело было не в удобствах там чтобы хотя бы элементарно крыша была над головой чтобы было тепло и чтобы было поесть да как тут говорили делились последними последним куском хлеба до что называется и вот тоже да говорит человек про вот это движение ассар я знаю что и в современное время есть точно такое же движение у вас ребята помогают как правило многодетным семьям переезжать из каких-то там халупов в более-менее достойное жилье я кстати есть реакция на это движение на канале как бы ну наверное пару месяцев назад я записывал ролик так что я немножечко как бы понимаю о чем идет речь сейчас конечно и нам нелегко было отец и дядя были на фронте хлеба досы то тоже не ели но мы выжили все трудности пережили вместе обвиненных врагов народа везли в казахстан холодных вагонах для скота женщины дети старики гибли по дороге от голода и болезни казахские женщины согревали материнским теплом осиротевших детей переселенцев пожилая женщина через забор подзывает мать со слезами говорит у вас много детей вот вам большая банка стеклянные и лепешки с баусаками ребята вот это конечно сильно слушая гонение которым подверглась семья йосифа бахмана на глаза наворачиваются слезы родители йосифа выселили из родного по волжье на урал отец владимир иванович и мать елена александровна до 1956 года значились спецпоселенцами без права покинуть место жительства если бы не казахи они бы не выжили пятьдесят шестом году когда сняли спецпоселение старший брат отца настаивал чтобы мы приехали в чемкет отец с матерью в пятьдесят восьмом году съездили на разведку суда посмотрели конечно здесь в то время после военное время люди не жили богато но тем не менее здесь были дешевые цены можно было семью детей содержать и прокормить и таким образом родители приняли решение переехать чемкент и вот 60 году мы 60 году мы приняли решение 62 году мы приехали сюда мне было 10 лет я пошел третий класс мы жили во времянке в районе сто двенадцатого квартала я все помню тяжело это вспоминать говорить об этом ну говорить надо как он да сказал тяжело вспоминать видно что через слезы взрослый мужчина уже уже практически пожилой человек не практически пожилой человек дедушка говорить через слезы но правильно сказал что вспоминать надо потому что такое конечно же нельзя забывать и тут только слова благодарности наверно восхищение казахскому народу потому что ну вот как в первой части этого видео до 12 человек приняли я до сих пор как бы это не укладывается в голове 12 чтобы наши дети помнили это чтобы внуки помнили чтобы никогда не повторилось такое история семей бахман это история тысяч семей которые обрели новую родину широкой казахстанской степи сегодня они с благодарностью говорят о гостеприимстве доброте открытости казахского народа и спустя годы все вместе отмечают национальные праздники уважают культуру говорят на казахском языке вы пример всех поколения которые даже живут в нашем стране и поздравляю всем присутствующим с первого марта желаем здоровья и самое главное пускай в казахстане и вокруг него всегда царит мир и благополучие старики уверены единство и труд представители болеста национальности живучи в казахстане обеспечат стране надежное будущее самое ценное у нас сохранилась это благодарные друг другу люди шанар уразова монтай ульбеков абзалтура беков информационная служба телекомпании отрар какая большая за семья на ребята какой-то настолько дикое время было настолько дикое настолько жестокое что наверное сейчас даже это трудно представить потому что сколько не читай да сколько не смотну не читай информации какие-то хроники смотри документальные видео да все понятно тяжело но наверное мы не сможем это никогда понять потому что мы на себе это не ощутили и дай бог что не ощутили и никогда бы больше не не пережить подобное никому хотя как говорится до история циклично периодически все повторяется вот эти вот моменты но вот такие моменты конечно же пускай никогда не повторяются вот эти вот тридцатые года двадцатого века голод и так далее я как раз ну плюс-минус про эти времена речь была самом начале и были затронуты шестидесятые года двадцатого века да когда возрасте 10-летнего мальчика вот этого пожилой человека переехал в казахстан в шинкент насколько я понял поэтому видео и там тоже как бы более менее как-то начали они только существовать я вот ребята немножко не могу понять или может быть просто запамятовал а связи с чем были переезды в шестидесятых годах в тридцатые годов на я я более-менее понимаю да по истории примерно вот как бы судя по тем видео которые я смотрю а вот шестидесятые когда эти это были чем связанные переезды переселения или это просто отдельно конкретный случай вот этого человека возможно это так просто что-то я не могу припомнить напомните пожалуйста в комментариях ну тут тут что можно сказать только коп рахмет вам вашим предкам за то что в принципе живете по таким каким-то невероятно людским правилам и иметь такую человечность до делиться последним 12 человек прийтили вот так если подумать до 12 человек семья у нее явно нету никаких запасов нету ничего до чтобы рассчитать на 12 человек но несмотря ни на все как-то сообща все это выжили вот это конечно очень сильно ребята спасибо что посмотрели это видео такой она как бы тяжелый немножечко эмоциональная но понятное дело опять же когда взрослый человек плачет и даже при виде камеры камеры и репортеров не может сдержать слезы это многого стоит многое значит подписывайтесь на канал ставьте лайки пишите комментарии всем удачи пока